В десятках турецких городов продолжаются ожесточенные столкновения между местными курдами и сотрудниками правоохранительных органов. Массовые беспорядки сотрясают страну уже четвертый день. Недовольные люди требуют от властей усилить действия, направленные против боевиков исламского государства, и оказать поддержку курдам, живущим в сирийском городе Кабани. В ходе протестов убит уже 31 человек. Массовые беспорядки начались в турецком городе Диар-Баклыра, вскоре распространились на соседние Батман, Мардин, затем протестную волну подхватили в крупных городах страны Аданас, Тамбул и Измир. Не мог сдержать напора нарушителей порядка, и комендантский час, введенный местными властями, беспорядки в Турции начались после того, как в сирийском Кабани резко ухудшилась ситуация. Город уже третью неделю штурмует террористические группировки. Боевики не дают спокойно жить местному населению. Турецкие же курды требуют от руководства страны решительных действий и недопущения захвата исламистами города. Большинство наиболее активных участников уличных беспорядков – молодежь, среди них есть даже школьники. Радикально настроенные люди рушат все на своем пути, поджигают машины, громят магазины и кафе, забрасывают полицейских с зажигательными смесями. В ход идет и огнестрельное оружие. Лично я против того, что в нашей стране появилась группа недовольных людей, которые устраивают такие беспорядки. Межнациональные столкновения никогда не приводят к хорошему. Все мы родились и выросли в одной стране, играли в одном дворе. А теперь что? Будем драться между собой? Жертвами беспорядков уже стали больше 30 человек. Сотни получили ранения. По подсчету местных властей, в результате актов вандализма пострадало больше 3,5 тысяч зданий и порядка 600 автотранспортных средств. Народ Сирии последние 3,5 года, а народ Ирака около 30 лет, живут в ужасных условиях, в условиях войны и беспорядков. Однако Турция все эти годы не отказывала в посильной помощи этим странам. Поэтому мы не допустим, чтобы такая беда просочилась и в нашу страну, чтобы и наш народ испытал подобное. Акции протеста проходят в основном поздно вечером или ночью. Днем жизни городов переходит в мирное русло. Сейчас в круглосуточном режиме в районах активных проявлений беспорядков дежурят сотрудники полиции. Саби Вайбусинов, Ержанжинус, Самат Сулей, Турция.